Здравствуйте, подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим влияние толщины ножа на параметры резания для пластинчатых ножей. Ранее исследователи считали, что толщина ножа должна быть минимальной и отвечать условиям расчетной прочности. При выборе толщины ножа следует помимо расчетной его величины, учитывать свойства разрезаемого материала, износа стойкость и требования к качеству среза. Как уже отмечалось в предыдущих видео лекциях, посвященных процессу резания пищевых материалов, сопротивление резанию возникающие на боковых поверхностях ножа для различных материалов различны и составляют для рыбы и мяса 15-20%, для кондитерских масс около 60% от общих сопротивлений. Очевидно, что с уменьшением толщины ножа при дельта стремящемся к нулю можно снизить общее сопротивление резанию для рыбы, мяса и кондитерских масс не одинаково. При резании хрупких материалов увеличение толщины ножа сократит время появления опережающей трещины, что приводит к скалыванию и неровному срезу. Повышение износа стойкости приводит к увеличению толщины ножа. Кроме того, для прочностного расчета ножей необходимо знать изменение усилий резания в зависимости от толщины ножа. Проведенные исследования позволили определить влияние толщины ножа на параметры процесса резания конфетных масс и на качество среза и рекомендовать оптимальную толщину ножа. Резание охлажденных конфетных жгутов по рецептуре конфет-теннис, содержание жира 30,6%, влаги 1,7%, производили пластинчатыми ножами без заточки толщиной 0,4, 1,1, 1,5, 1,8 и 5,2 мм. При этом скорости резания изменяли от 0,005 до 0,2 мс. Высота жгута была 13 мм. По полученным осциллограммам определяли удельное усилие и удельную работу резания и глубину внедрения ножа, при которой появлялась опережающая трещина в разрезаемом материале. Установили, что появление опережающей трещины зависит от толщины ножа и не зависит от скорости резания. График этой зависимости представлен на экране. На этом графике выделили две области – резание с опережающей трещиной и резание без появления трещины в разрезаемом материале. Граница между этими областями характеризует условия, при которых происходит разрыв жгута под действием боковых составляющих силы резания. Из графиков видно, что при резании ножом толщиной около 4 мм и более опережающая трещина будет появляться при глубине внедрения 3,5 мм. Длина опережающей трещины резко уменьшается при толщине ножа меньше 1 мм. Установили, что зависимость удельного усилия резания от толщины ножа и скорости резания имеет вид. При изменении толщины ножа от 0,4 до 1,8 мм, удельное усилие резания при постоянной скорости резания увеличивается примерно в два раза. То есть, влияние толщины ножа на усилие резания велико. Определили также зависимость удельной работы резания в джоулях на квадратный метр от толщины ножа и скорости резания. Удельная работа резания увеличивается при увеличении толщины ножа от 0,4 до 1,8 мм в 2,2 раза. И здесь влияние толщины ножа тоже значительно. Поверхность среза при исследованиях была ровной и гладкой. При резании всеми ножами наблюдалось вытеснение массы наплыв. При резании ножами толщиной менее 1 мм наплывы были незначительны. При резании ножами толщиной более 1,8 мм наблюдали смещение слоев по линии разреза. Заусенцы при резании ножами толщиной до 0,6 мм отсутствовали. Из приведенного анализа следует сделать вывод, что лучшее качество среза при разрезании охлажденных конфетных жгутов обеспечивается при толщине ножа до 0,6 мм. В этом видео мы рассмотрели влияние толщины ножа на параметры резания для пластинчатых ножей. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, а в нем все уведомления. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам успехов и до новых встреч.